МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избранников не устроил. После горячих дебатов вопрос перенесли на следующую сессию. Выбор пал на те статьи, которые не защищены требованиями федерального законодательства. Подход был именно таким. Зарплата – неприкосновенная история, содержание учебных учреждений – неприкосновенная история и масса вот таких. Мы договорились и с администрацией, и с прокуратурой о том, что мы сядем за стол переговором, и вопросы надо решать. Надо в любом случае проводить тщательную ревизию, несмотря на то, что уже есть судебные решения. Надо проверять сметы, которые были составлены. Два человека погибли при пожаре в аварийном доме в Архангельске. Возгорание произошло накануне, поздно вечером на улице Гидролизной. В ветхой двухэтажке проживали 8 человек. Большинство смогли выбраться самостоятельно. Одну пенсионерку эвакуировали спасатели. В результате проведения разведки эвакуировано один человек со второго этажа соседней квартиры. И в результате продвижения по горящей квартире было обнаружено два погибших. Возгорание произошло именно в квартире погибших. Они задохнулись в дыму. Причину пожара выясняют следователи. Авиакомпания «ЮТЕЙР» возвращается на север. С 29 мая авиаперевозчик открывает ежедневные рейсы по маршруту Архангельск-Москва-Аэропорт-Внуково. Продажи билетов уже открыты. Минимальная стоимость – 2863 рубля. Рейс будут выполнять самолеты «Боинг-737». Вылет из Архангельска в 5 часов 10 минут утра. В преддверии Арктического форума «Горсвет» начал активно восстанавливать те участки уличного освещения в областном центре, которые долгое время не работали и считались бесхозными. Так уже почти полностью в рабочее состояние приведен участок у торгового центра «Прага» на набережной Северной Двины. Заменены светильники, идет монтаж новых линий электроснабжения. Работы на этом участке мы планируем завершить к концу этой недели. Также в ближайших планах предприятия восстановление участков наружного освещения на набережной Северной Двины, на участке от улицы Шубиной до улицы Садовой, на мосту через реку Юрос и на улице Парковой. Эти работы мы планируем в течение летнего периода выполнить. В апреле изменится правило записи к врачу через интернет. Онлайн-запись на портале здрав29.ру будет доступна только тем, кто зарегистрирован на сайте госуслуг. Это можно сделать как самостоятельно в отделении МФЦ или центре занятости. При обращении необходимо предоставить свидетельство государственного пенсионного страхования, номер мобильного телефона и паспорт. Подробнее о нововведении можно узнать на сайте госуслуги.ру Архангельск станет одной из точек проведения федерального проекта «Стартап-тур». Его цель – найти перспективные проекты в высокотехнологичной сфере и помочь их разработчикам формировать собственную стратегию развития. Подача заявки возможна по трем направлениям. Это биомедицинские и индустриальные треки и IT-технологии. Победители в каждом треке получат право представлять свои проекты в дальнейшем на крупной конференции, на одной из крупнейших конференций в Восточной Европе «Стартап-виллоч», которая будет проходить в Москве. Первое место получат это право, второе, третье место получат призы и поддержку от федеральных институтов развития. Сегодня во всем мире отмечается День защиты прав потребителей. В этом году он проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». В Архангельском отделении Роспотребнадзора обращений, связанных с торговлей в интернете, поступает не более 30 в год. В основном же архангелогородцы жалуются на бракованные товары, реже на услуги. По случаю праздника сегодня время приема граждан в Роспотребнадзоре увеличили. Подать жалобу можно до 18 часов. Обращаться к нам можно по любым вопросам, связанным с защитой прав потребителей. Это некачественные товары, платные услуги, любые, туристские, финансовые, жилищно-коммунальные услуги, бытовые и иные. Срок рассмотрения обращения граждан у нас 30 дней. Мы стараемся реагировать как можно скорее. 29 марта в гостиных дворах Архангельска пройдет ярмарка продажи северного хедмейда, приуроченная к открытию Арктического форума. Лучшие мастера по морю представят гостям товары, созданные своими руками. В ярмарке примет участие известный кукольных дел мастер Ирина Черепанова. За 8 лет девушка создала около 1000 уникальных коллекционных кукол. Они пользуются огромным спросом за рубежом. Гостям Арктического форума Ирина представит новую коллекцию, изготовленную по старинной технологии из крахмала и ваты. Макеты будут на тему Арктики. Это будут полярники, это будут палатки, это будут метеорологи, это будут ученые с флагами. То есть все как правильно Арктику, когда завоевывали, когда мы ее развивали. То есть это будет все очень наглядно показано. Завтра в регионе облачность с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха до 3 градусов выше нуля. Тип погоды второй благоприятный.